Азербайджанская пропаганда В одном из последних выпусков под названием «Бакинские комиссары Арцах и Геи» я ответил на три вопроса. В этом выпуске постараюсь ответить еще на три. Про армян, живущих везде, про музыку, которую постоянно у азербайджанцев воруют, и про низами. Но вдогонку предыдущим ответом по названию Арцах хочу сказать. А вы чего удивлены-то? Опять же, бог с ними, с цитатами из независимых книг, что я привел. Но ведь в ваших же учебниках истории есть нарисованные карты сам издатовские, где вы сами же отмечаете название Арцах. Или вы плохо учились в школе? Впрочем, не умудрено. Учиться хорошо не ваш конек. Главное уметь считать деньги. Красиво петь в уши покупателям, чтобы выгодно продать. Из всех предметов, чего бы я оставил в школах азербайджанских, это математику без геометрии и алгебры. На кой вам знать, например, чему равны произведения векторных величин и Архимед, если он не Ахмед. Ну и психологию, чтобы успешнее продать товар. Все остальное мутная вода. Аки воды Каспия. Последнее хоть мутью доход приносит. Что ж, вас беспокоит, что армяне живут везде. Армян в Россию пригласил Петр Первый. И даже узаконил это. А вот вас в Россию никто не звал. Меня же беспокоит, что в отличие от армян, вы кичитесь богатством Азербайджана, но вашего брата в той же России не меньше армян. Я уж молчу про Турцию. Чего это вам не живется-то в вашем так называемом Кавказском Дубае? Как вы сами Баку позиционируете. К примеру, где это видано, чтобы граждане Эмиратов, Омана или Бахрейна покидали свою страну и отправлялись на ПМЖ в Россию или Турцию? Или того хуже, покидали родной Катар и отправлялись продавать финики в Россию? Так что не вам упрекать, кто и где живет. Вы нефтяное государство, а доходы на душу населения и пенсии в сравнении с Арменией в 50 долларов плюс-минус. Теперь о диаспоре армянской. Она сформировалась в мире не вчера и не 30 лет назад, как ваша. Со времен Средневековья армяне живут в разных странах мира. И не просто живут, а творят и созидают. Это кроме того, что занимают государственные посты, являются героями этих самых стран. Как тот же Узанян в Болгарии, или Манучан во Франции, или Чатер в Гонконге, или Нарсес в Италии. Здесь, в основной части базилики Сан-Виталия, один из потолков украшен мозаикой. В центральной части Юстиниан I. А справа от него сам полководец Нарсес, вернувший императору власть над Адриатикой. Не скрою, гордость от такого соотечественника так и выбирается изнутри. И не только за этого соотечественника. В том же Сан-Виталии находится саркофаг Экзарха Равенны 625-643 годы Саака Арменина, или, как его называют в католической традиции, Исаака Армену. Останки главы Равенны помещены в саркофаг вместе с останками его супруги Сусанны. А на самом саркофаге надпись «Здесь покоится отважный стратик, хранивший Рим и Запад в неприкосновенности Исаак Арменин из знатного армянского рода. С ним покоится его целомудренная супруга Сусанна в образе почтенной горлицы. Она непрерывно страдала после потери прославленного мужа, проявившего себя в боях в Ливанте и на Западе. Экзарх Исаак командовал армиями Запада и Востока». А кто вы? Совместное творение Турции и СССР из того, что было. Вас в России немало. На одном российском примере, что вы здесь сотворили-то? Что здесь сотворили в России? Раз-два и общался. А армяне в России не только живут, но и являются основателями городов и населенных пунктов. На Хичеване-на-Дону, Армавира, Буденовская, Станица Шелковская. На примере того же Ростова первая газета в городе в конце XIX века вышла из-под руки армянина Серафима Арутюнова «Приазовский край». А первое каменное строение в том же городе это армянская церковь Сурбхач. Или бальнеологические курорты в украинском Трусковце создали армянские химики во главе с галицким армянином Теодором Тарасевичем в начале XIX века. Что касается армян Краснодарского края, то и они здесь живут задолго до того, как о вас, азербайджанцев, узнали на том же Кубани в качестве продавцов гранатов, петрушки и прочего. Вы хоть интересуйтесь вопросом, прежде чем чушь нести. Уж кому-кому не вам точно говорить об армянской диаспоре, за помощью которой, кстати, вы прибегаете в том же Лос-Анджелесе, когда оказываетесь там. Окей? Вас в три раза больше армян, а на каждого вашего интеллектуала в той же диаспоре приходится десяток армян. И это аксиома. Хотите вы этого или нет? Далее. Музыка. Дескать, армяне воруют азербайджанскую музыку. Я не знаю, о какой музыке вы говорите. Возможно, о попсе, которую все друг у друга воруют. И азербайджанцы у армян, и узбеки у армян, и у азербайджанцев, и русские у европейцев, и американцев, и так далее. На то она и попса. Низкий сорт. Оттого и лежит плохо, хоть и охраняется порой авторским правом. Опять же, вам ли говорить о воровстве, если вы из композиции Саят Новы, Кеманча, сделали гимн азербайджана-турецкого тандема, перевели слова поэта и спели про что-то, как там, Караделиз, по-моему. Сравните песню великого музыканта Саят Новы с вашим Караделизом. Найдите разницу, что называется. Или композиция о Раге-Варкеа на арцах, которую вы исполняете, выдавая за музыку Фикрета Амирова. Хотя потомок Амирова заявил, что Фикрет Амиров не является автором этой композиции. Да и у Ара-Геваркеана все права на эту музыку. И в российском авторском обществе, и в армянском, и в американском. Опять же, вы можете тунгусов обвинять в краже музыки, но не армян. Музыкальное искусство армян одно из древнейших в мире и делится на эпохи. А армянские хазы уж, ноты которые, известные седьмого века нашей эры. Все это можно подчеркнуть из любых независимых источников, поговорить с любым специалистом по теории музыки в консерваториях мира. Говоря о новом времени, скажу, что музыка Хачатуряна является классикой и звучит на всех известных сценах мира, от Ла Скала и Ковенгардена до Большого театра и Метрополитена Упера. Есть у вас хоть один такой Хачатурян? Нет. У вас есть прекрасные композиторы Кара Караев, Узи Гаджбеков, но они известны узкому кругу, любителям восточных мотивов. До Хачатуряна или Комитаса, увы, не дотягивают. Если вы сейчас аукните про Буэл Масу но Усун, то посмотрите мой выпуск, который называется Аман Тэло. Он так и называется. Также вы древнеармянский дудук приписываете себе, хотя играть на нем не можете. Амир узнал о дудуке, от Дживана Гаспаряна. Армяне являются законодателями музыкального искусства и в Иране. Там они ставили первые балеты и симфонические оркестры. Также в Турции Лимон Джан является основателем музыкального искусства этой страны. Хочу заметить, что я говорю не о попсе, а о настоящей музыке. Даже в той же Индии, музыкальному кино Индии дал стар Аванес Аганян. Вот как пишет в учебнике Армении Ивгик профессор Владимир Малышев. В 1924 году Аганян оказывается в Индии, в Калькутте, где становится основателем первой индийской школы актерского мастерства и кинематографии. Кстати, добавлю, что первой исполнительницей песен в индийском кино была этническая армянка, певица и композитор Гуарджан. Также золотыми буквами вписаны имена композитора, внесших свой вклад в советскую музыку и кинематограф. Это Арно Бабаджанян, Микаэл Таривердиев, Андрей Бабаев. А кто Ашук номер один для курдов? Верно. Арам Тигран. Это Саят Нова для курдов, написавший 230 песен на курдском языке, 150 на арабском, 10 на ассирийском и 8 на греческом. Так что, армяне воруют у азербайджанцев? Я уж не говорю об армянах с мировым именем, чьи звезды на аллее славы, на аллее звезд в Лос-Анджелесе. От Шерд и Азнавура до Анди Мададьяна. Вот гуляю сейчас в Лос-Анджелесе по аллее звезд и как-то даже смущаюсь, не знаю, как-то неудобно, что ли. Вот, с одной стороны, такая нация, как азербайджанцы, да, у которых армяне постоянно воруют всю культуру, музыку, театр, практически всю культуру воруют. И при этом на вот этом, я не знаю, сколько здесь километров, два или три километра вот улица аллеи звезд в Лос-Анджелесе вот хожу, уже у меня ноги устали, я бы даже сказал, ноги вспотели. Не могу найти ни одного азербайджанского артиста на этой чертовой аллее звезд. Ни одного не могу найти, я не знаю, может быть, вы мне поможете найти. Вот, армян я нашел, причем насчитал уже около десяти фамилий там, из разных стран, ну, практически в основном из Соединенных Штатов, Европы, а вот что-то с азербайджанцами никак не ладится. Поищите, пожалуйста, вы что-нибудь найдете и мне скинете. Заранее САГОЛ. мир даже пользуется инструментами, которые придумали этнические армяне. Это тарелки барабанщиков семьи Зильджан, история которых берет начало с первой половины двадцатого века. До аккордеона основателями инструмента является другая армянская семья из Вены, Австрии, семья Демиан. Так что усмирите пыл, пойте, играйте, танцуйте, кайфуйте и не несите ахинею, коль сами неохочи создавать, а только потреблять. И последнее на сегодня это не за они. У меня несколько выпусков об этом персидском писателе. Добавить больше нечего, ибо все факты были мной сказанные, показанные, добавлены. Можете глянуть. Замечились, что ни вы, ни кто-либо другой не найдет ни одного издания ни за Ами, ни в Баку, ни за его пределами раньше 20 века, чтобы он где-то был указан как азербайджанский писатель. Не то, что раньше 20 века, но и раньше 30-х годов 20 века. Литератор был персом, писал на персидском, ни слова не оставил на тюрки. Вот, к примеру, книга, изданная в Москве в 1922 году, где Низами подписан как иранский писатель, персидский писатель на то время, потому что только позже Персия стала называться Ираном. Подписан персидским писателем. В оглавлении прямо так так и говорится, что писатель персидский, что большую часть жизни прожил и умер в Гяндже, ныне Елизаветполь. Об Азербайджане ни строчки во всей книге. Итак, объявляю конкурс для азербайджанцев. Те, кто найдет издание Низами ранее 20 века, и где он будет подписан азербайджанским писателем, получит от меня ценный приз. 100 тысяч рублей и календарь вокруг света армянского. Плоды соседей надо знать. Каждый из вас может заказать очередной выпуск календаря вокруг света армянского на 22-й год. Если пройдетесь по ссылке прямо вот под этим самым выпуском. Нажмите туда, и там все условия заказа. Рассылка как обычно по всему миру. Многие зрители уже знакомы с этим календарем и приобретают его из года в год. Информация не повторяется. Вот, посмотрите. В принципе, особо ничего не изменилось, но текст сам изменился. Естественно, на каждый год в каждом номере новые тексты по каждому дню. Я надеюсь, вам он понравится. Ну и азербайджанцам, конечно, тоже такой вот будет ценный приз. Как я уже сказал, соседей надо знать, изучать. Армянский же вы там уже изучаете. А как же можно изучать язык без истории? Я, например, когда изучал какие-либо языки, я начинал сначала с истории народа, а потом уже переходил к изучению языка, потому что если не знать историю народа, то и языком владеть будет очень-очень сложно. Ну и армянам еще раз стрелочка вот под этим самым выпуском, нажимаете, там есть ссылочка, по ссылочке вы перейдете на сайт, где нужно будет заполнить купон, и, значит, заказывайте календарь. Все, до новых встреч, до свидания.